Скоро исполнится 100 лет со дня начала исследования космических лучей и, конечно, за 30 минут все рассказать об этом невозможно. Я постараюсь остановиться на самых актуальных проблемах в физике космических лучей. Роберт Меликен, который ввел термин «космические лучи» был неправ. Космические лучи заполняют всю Вселенную, космические лучи рождаются в Вселенной, они блуждают в магнитных полях Вселенной. Их путь, их траектория отличаются от прямолинейного луча света. В этом плане он был неправ. Космические лучи — это частицы. Космические лучи представляют собой набор многих частиц, начиная от протона и окончая самыми тяжелыми ядрами. Энергетический диапазон космических лучей очень широк. Начинается где-то от единиц в мегаэлектрон вольт и кончается огромное время в 10,20-10,21 электрон вольт. На этом графике представлены отдельные компоненты космических лучей, такие, какие они генерируются различными источниками в нашей Вселенной, в их низкоэнергичной части. Вслед за солнечным ветром ускоряются энергичные частицы в атмосфере Солнца либо во время инжекций, гранальных инжекций масс, распространяющихся от Солнца. И мы видим космические лучи, которые генерируются нашей ближней к Земле звездой, нашим Солнцем. Эти солнечноэнергичные частицы имеют максимальную энергию до 1 гигаэлектронного вольта. И практически эти энергии совпадают с энергиями галактических космических лучей, о которых я буду говорить дальше. Это аномальные компоненты космических лучей. Это те нейтралы, которые проникают из межзвездного пространства внутрь гелиосферы. Здесь ионизируются и ускоряются внутри гелиосферы. Это космические лучи, которые генерируются, которые рождаются внутри нашей с вами гелиосферы. И, наконец, галактические космические лучи, о которых я упомянул. Считается, что их источниками являются взрывы сверхновых звезд. Это основной источник этих космических лучей. Вот такое многообразие космических лучей мы наблюдаем в нашей Вселенной, наблюдаем вблизи нашей планеты. О историях открытия началось в 1912 году, когда Виктор Гесс на аэростате взлетел на высоту порядка 5 километров. Вместе с электроскопом, вот здесь он наверху нарисован, начал измерять ионизацию воздуха и был поражен тем, что ионизация воздуха, начиная с некоторой высоты, вместо того, чтобы убывать, она начала возрастать. Его догадка была связана с тем, что это частицы, связанные с космическим излучением. И именно эти частицы боевой догадки ионизируют атмосферу и вызывают добавочный ток в электроскопе, который он поднял на своем аэростате. За эту догадку он через много лет получил Нобелевскую премию. Так началась история космических лучей. На самом деле Виктор Гесс мерил не те космические лучи, которые приближаются к Земле и Вселенной, а он мерил вторичную компоненту космических лучей. И здесь вы видите, вот цветной график показывает развитие ливня, вторичных космических лучей, которые атмосферным ливнем. Это целая наука, которая была развита потом, уже после открытия космических лучей. Виктор Гесс, находясь на высоте порядка 500 километров, мерил вот эту вторичную, 5 километров, мерил вот эту вторичную компоненту. Они те первичные космические лучи, которые падают на границу атмосферы. Пьер Оже, французский ученый, был первым, который с помощью детекторов на Земле, раздавленных на Земле, зарегистрировал вот эти широкие атмосферные ливни вторичных космических лучей. Благодаря широким атмосферным ливням мы научились мерить энергию тех первичных частиц, которые падают на границу атмосферы. И это сделали наши ученые с Капельцина-Зацепина. Они развили теорию каскадов, они развили теорию широких атмосферных ливней. И благодаря их работам мы теперь можем рассчитать энергию первичных космических лучей, которые падают на границу атмосферы. После войны, когда появились ракеты, незадолго до войны, но и после войны тоже начали развиваться интенсивные исследования с помощью аэростатов и ракет. Поэтому ученые, устанавливая свои приборы для изучения космических лучей, могли подняться на большие высоты, чем это сделали первооткрыватели космических лучей, в начале 20-го века. Были измерены параметры космических лучей. Вот вы здесь видите высокую зависимость космических лучей, измеренной с помощью ракетного эксперимента. И более-менее стало понятно характеристики космических лучей в атмосфере. Было непонятно другое. Где это первичная компонента космических лучей, из чего она состоит, какие закономерности связаны с первичными компонентами космических лучей, это не могли дать ни ракетные измерения, ни аэростатные измерения. Это стало возможным благодаря запуску первого спутника Земли, который состоялся в 1957 году. На первом спутнике не стояла мощная аппаратура, но Сергей Николаевич Вернов удалось на второй спутник установить приборы для изучения космических лучей. Это был простейший гайгеровский счетчик, который мерил частицы, которые проникают сквозь стенки этого счетчика, вызывают анизацию, и в результате внутри трубки, и в результате регистрируется электрический импульс. Вернов вместе с Григоровым, Чудаковым, и Юрием Ивановичем Логачевым осуществили первый эксперимент по изучению космических лучей на втором искусственном спутнике Земли. Юрий Иванович Логачев присутствует среди нас. Вот первые результаты этого эксперимента. Вы видите в пунктирной линии ожидаемую зависимость космических лучей во время пролета спутника над Землей. А вот эти всплески интенсивности это то неожиданное, в чем встретился Вернов и его сотрудники. Посмотрев на Солнце, а вот случилось именно так, в это время произошла солнечная вспышка. Небольшая солнечная вспышка. И заключение у ученых было, что это частицы, пришедшие от Солнца. Это было неправильно. Ученые столкнулись с новым природным феноменом, о котором я скажу немножко дальше. Но вот так получилось. Так получилось в эксперименте на втором спутнике. Ван Ален спустя буквально два месяца, два с половиной месяца, осуществил запуск такого же в точности гайдеровского счетчика на спутнике «Эксплорер-1». И он был более удачным. Его счетчик считал с такой большой скоростью частицы, которые падали на него, что счетчик, как вы видите, из правого графика, вошел в насыщение, нашел насыщение. И ученые, изумленные этим результатом, воскликнули «Мой Бог, космос радиоактивен». Они догадались, что они встретились с огромными потоками радиации вблизи Земли. Однако первая интерпретация тоже была неправильной. Ван Ален сказал, что это авроральная радиация, что это частицы малых энергий, это частицы малых энергий, которые вызывают полярное сияние. Об этом было известно. Это результаты до спутниковых измерений. На самом деле, это были радиационные пояса Земли. Это энергичные частицы, которые заквачены в магнитную ловушку, в магнитное поле Земли, и существуют там достаточно долго. Теперь мы знаем, что источники этих радиационных поясов Земли, первого феномена, который был открыт благодаря запуску первых спутников Земли, источниками этих частиц является солнечный материал. Это солнечная плазма, которая проникает внутрь магнитного поля Земли. Здесь ускоряется по действию механизмов, присущих в магнитно-сфере Земли. Это земной материал, это плазма и анасферы, которая выметается из анасферы вдоль магнитных силовых линий во время магнитных пуль, также ускоряется и наполняет радиационные пояса Земли. Это галактические и галактические космические лучи, которые ударяют в атмосферу Земли, производят изъядерную реакцию и производят вторичные частицы, которые наполняют радиационные пояса. И, наконец, это межзвездная частица, аномальная компонент, о которой я говорил, которая также взаимодействует с атмосферой и приобретает дополнительные заряды и захватывается внутри радиационных поясов Земли. Поэтому мы видим, что радиационные пояса, первый феномен, который был открыт пионерами освоения космоса, были не космические лучи. Но первый механизм для объяснения радиационных поясов Земли, предложенный советскими учеными, Верновым и Лебединским, был связан именно с космическими лучами. Это так называемый механизм нейтронов Альбеда. Нейтроны, космические лучи, попадая в атмосферу Земли, вызывают ядерные реакции. Среди продуктов ядерных реакций есть нейтроны. Нейтроны очень быстро распадаются, производя протоны, высокоэнергичные протоны и электроны. И вот эти высокоэнергичные протоны и электроны захватываются внутри магнитного поля. Что интересно, этот механизм буквально одновременно и совершенно независимо был предложен американским ученым, это произошло летом 1958 года, Фредом Зингером. Фреда Зингера мы ожидали на этом форуме. К сожалению, он не смог приехать. Это был первый механизм, связанный с образованием радиационных поясов Земли и связанный, как вы видите, с космическими лучами. Итак, первый феномен, первое открытие, которое возделало космосе, это радиационные пояса Земли. Это сделали независимо друг от друга советские и американские ученые. Они работали, не зная результатов друг друга, но их работы вместе привели к замечательному, первому, замечательному открытию в космосе, который мы теперь называем радиационные пояса. А что касается космических лучей? Вот тех первичных космических лучей, которые обладают большой энергией, как мы знаем, я вам показывал энергетическое распределение этих частиц. Как же с ними? Вот первое измерение космических лучей высоких энергий было признано на третьем советском спутнике. Группой ученых из ФИАНа, из Лебедевского института, они установили на борт третьего искусственного спутника Земли, черенковский детектор интегрального типа, и с помощью вот такого черенковского детектора они попытались измерить состав, состав космических лучей, вот тех первичных космических лучей, которые еще не долетают до атмосферы и не генерируют вторичные ливни. Они это сделали, этот эксперимент был успешен, и вы видите, здесь химсостав, первый химсостав, полученный в третьем искусственном спутнике Земли группой ученых, который возглавлял Виталий Лазаревич Кинсбург и Лидия Васильевна Курносова. Вот их первая работа, опубликованная в УФН, по результатам работ на третьем спутнике. Вы знаете, 57-й год был очень знаменательной вехой исследования космических лучей. Вот о первой вехе я упомянул, это радиационные пояса Земли. Второе, о чем я бы хотел сказать, это следующее. Я опять напомню вам, вторичные частицы, шалы, широкие атмосферные ливни, которые генерируются внутри атмосферы. Диапазон энергии, первичных космических лучей, как видите вы из правого графика, необычайно широк, необычайно, много-много порядков, величины по энергии. Проблема в том, и вернее, особенность заключается в том, что широкие атмосферные ливни могут мерить энергии первичных частиц, начиная где-то с середины вот этого степенного спектра, который нарисован здесь, в правой части этого слайда. Все, что ниже этой правой части, этого спектра, недоступно широким атмосферным ливням. Частицы меньших энергий не генерируют вторичные ливни внутри атмосферы Земли. Не хватает энергии. Здесь применимы только аэростаты, ракеты и искусственные спутники Земли. Но, тем не менее, вот здесь вот на границе между аэростатными измерениями, ракетными и шаловскими измерениями в 1957 году было сделано замечательное открытие. Вот этот спектр степенной оказывается ломается при энергии 3 на 10,15 электрон вольт. Это открытие сделали христиансы на Куликов из Московского университета. Вы видите вот здесь первое измерение энергетического спектра, которое получено наземными установками. Почему я обращаю на это внимание? Потому что с этим коленом или изломом в энергетическом спектре до сих пор до сих пор идут большие вокруг этого спектра, вокруг особенностей идут большие баталии. Дело в том, что какая-то загадка пока до сих пор до конца неразрешимая окутывает вот эту область энергии. Во-первых, я уже сказал, это граница между баллонными экспериментами, ракетными и спутниковыми, и шаловскими экспериментами. А с другой стороны, это наиболее важно оказалось, что это граница, возможно, между различными механизмами ускорения, между различными источниками космических лучей во Вселенной. То есть вопрос заключается в том, что где источник этих частиц, таких гигантских энергий, и как эти частицы ускоряются. Наиболее продвинутая теория на сегодняшний день это ускорение этих частиц в остатках сверхновых. Сверхновые обладают гигантской энергией до 1052-й эр во взрыве, и вот распространяющаяся после взрыва оболочка сверхновой способна за счет механизма фермия, за счет статистического механизма ускорить вот эти частицы. Всего 10% энергии взрыва требуется для того, чтобы получить те частицы, которые мы наблюдаем в районе вот этого излома. Эту теорию развил Крымский Гермоген Филиппич, и вот на основе вот этих моделей сейчас строятся все сравнения, сравнения с экспериментальными результатами. Как экспериментально доказать справедливость вот этой теории? То есть самая главная теория космических лучей тоже ускоряется, действительно ли они при взрывах сверхновых звезд? Ну, я хочу сказать, во-первых, поток космических лучей в этой области энергии очень мало, поэтому мы должны создавать большие приборы с большой светосилой, а это значит большая масса, и мы должны научиться мерить энергию, очистить, ведь там, в космосе, нет атмосферы, нет той мишени, которая выгенерировала вторичные частицы, по которым мы смогли выизмерить энергию первичных частиц. Так вот, такая мишень была создана именно в 57-м году, искусственная мишень. Это, я опять напомню о знаменательной веке 57-го года, радиационные пояса Земли, излом колена в спектре, и, наконец, колориметр. Колориметр был создан, это прибор для измерения энергии высокоэнергичных частиц, был тоже создан, вот так совпало, в 57-м году он был создан ученым из Московского университета, Мурзинным, Григоровым, Рапопортовым. Это набор мишеней между прослойками из детекторов, где образуются вторичные ливни, космические вторичные ливни частиц, и по энергии вот этих частиц мы можем отъять энергию первичной частицы, падающую на колориметр. Это серьезные приборы, они получили широчайшее развитие сейчас, не только в измерениях космических ключей в космосе, частиц в космосе, но и во всех наземных экспериментах по физике высоких энергий на ускорителях. И Вернов вместе с Григоровым им удалось запустить такой колориметр в середине 60-х годов на спутниках космос. Это произошло благодаря тому, что Челомей разработал ракету, мощную новую ракету, способную вывести 20-тонную полезную нагрузку. Это была первоначально военная затея, но воспользовавшись испытаниями военной ракеты, Вернов и Григоров установили колориметры. Четыре колориметра было разработано, четыре запуска успешно было и осуществлены. И цель этих экспериментов – изучение спектра космических лучей. Вы видите вот эти колориметры, которые были разработаны, которые были успешно запущены в середине 60-х годов, и до сих пор мы поражаемся тем весом, тем габаритом, которые были запущены в космос, тех экспериментов, которые были осуществлены в космосе. Вы видите самый тяжелый колориметр – протон-4. И что сделали эти спутники? Они сделали великое дело. Григоров был главным идеологом этих экспериментов, безусловно, Наталья Леонидович Григоров. Впервые в то время, в середине 60-х годов, удалось прорваться вплоть до вот этого колена, о котором я говорил, до энергии 10-15 электрон-вольт. Вот эти красные квадратики – это тот спектр всех частиц, которые измерили на протонах, измерили Григоров и его сотрудники. Четыре порядка по энергии, впервые в истории, и до сих пор этот эксперимент не повторен в таком диапазоне энергии. Это был выдающийся результат советских ученых. Ну а в дальнейшем повторялись эксперименты по изучению космических лучей, по изучению их энергетических распределений, химического состава. Среди спутниковых экспериментов надо вспомнить эксперимент на космической станции, осуществленной Чикагским университетом, Дитрихом Мюллером. Затем мы осуществили в Московском университете два эксперимента «Сокол», и все они были направлены на изучение химсостава космических лучей, изучение того, из каких, собственно, частиц состоят космические лучи. Безусловно, наиболее распространенный элемент среди космических лучей – это протоны. Но стоял вопрос, а что еще? А что еще? Изучение химсостава имеет решающую роль для определения источников, механизмов, для проверки вот тех теорий, той теории, о которой я говорил, модели генерации космических лучей при взрывах сверхновых. Дело здесь в том, что и следствия модели, и законы распространения частиц в межзвездной среде диктуют нам изменение химсостава опять-таки вблизи вот этого колена. Здесь химсостав должен измениться. Если мы уловим вот это изменение химсостава с помощью экспериментов, и это совпадет с моделями, мы получим окончательное доказательство того, что эти частицы генерируются при взрывах сверхновых звезд. Вот, мы ожидаем утяжеления состава в районе колена. Уже есть доказательства тому, что действительно состав космических лучей в районе колена становится более тяжелым. Там меньше становится протонов, и больше становится более тяжелых ядер. Мы пока не летаем в космосе. Ближайший эксперимент, который запланирован, который в федеральной космической программе, это нуклон. Здесь будет применен совершенно новый метод измерения энергии космических лучей, и мы надеемся на успешное применение, успешное осуществление этого эксперимента. Пока мы не летаем в космосе, мы летаем на аэростатах. Мы летаем на аэростатах вокруг Антарктиды. Это длитные полеты, две недели и больше. Мы разрабатываем очень сложные приборы, основной частью которых, безусловно, является все тот же колориметр. Мы запускаем вот эти приборы и меряем космические лучи, измеряем космические лучи в атмосфере Земли на больших высотах, до 40 километров. Это вот список этих экспериментов, которые сошли до сих пор. Вот в области энергии немножко ниже колена, их 11. Среди них только три спутниковых эксперимента, все остальные аэростатные эксперименты. И вот эти эксперименты позволили нам далеко продвинуться в понимании энергетических распределений, химсостава космических лучей. Вы видите здесь химсостав космических лучей вплоть до железа. Это было сделано благодаря вот этим приборам, основе которых лежит, конечно, колориметр, разработанный тогда в 57-м году. Но мы не достигли колена. Что в будущем? Что сказать о будущем? Мы запустили космическую станцию. Вот она, 7 лет уже на орбите. К сожалению, до сих пор на станции не было осуществлено ни одного крупного эксперимента. Крупного эксперимента по астрофизике, по физике космических лучей. Мы долгое время обсуждали, я имею в виду международное сообщество, возможность опуска колориметра на борт космической станции, но это пока не осуществлено. В ближайшее время на станции будет осуществлен эксперимент АМС. Мы надеемся на это. Это сверхпроводящий магнит с тем же самым колориметром, с осознанной системой детекторов, но цель этого эксперимента несколько иная. Цель этого эксперимента изучение антиядер, изучение антипротонов, изучение темной материи. Но, вероятно, помело, запас которой был осуществлен недавно и принцип действия, который довольно схож с АМС, опередило АМС. Помело – это российский, итальянский эксперимент, который, как вы знаете, был осуществлен недавно. И мы ожидаем больших результатов от этого эксперимента. Какого результата? Но я бы в первую очередь упомянул вот об антипротонах. Антипротоны – безусловный компонент космического излучения. И проблема здесь заключается в том, что если помыли, вот правая часть после этого максимума, если помыли в течение некоторого времени, и удастся набрать статистику, и будет показано, что поток антипротонов превышает, превышает, ну так сказать, фоновый поток вторичных антипротонов, который генерируется в межзвездной среде, вблизи спутника, это может быть сигналом темной материи. Это ожидается из теории развала частиц, которые могут образовывать темную материю. Это был бы большой результат помыли. Вслед за помылой в эту область ренится АМС, Международной космической станции. А теперь обращу ваше внимание на самый край энергетического спектра космических лучей. Ультравысокие энергии 10,20-й, 10,21-й электрон-вольт. А, собственно, эти частицы откуда? Ларморовский радиус в магнитных полях Вселенной, их настолько велик, что их источник не может быть близко от нас, не может быть в нашей галактике. Проблема, о которой, безусловно, эта аудитория наслышана, заключается в том, что этих частиц вблизи Земли, вот этих частиц на краю энергетического диапазона, вблизи Земли не должно быть. И это заявили Грейзен, Зацепин и Кузьмин. Это ГЗК-эффект, это ГЗК-обрезание космических лучей. Они в своей работе в 60-х годах показали, что реликтовое излучение, которое существует во Вселенной, не даст вот этим протонам, этим ядрам на краю спектра, энергетического спектра, долететь до Земли. Они все должны погибнуть. Это так называемое обрезание, ГЗК-обрезание, ГЗК-котов, которое предсказал Грейзен, Зацепин, Кузьмин. Что мы сейчас имеем в этой области энергии? Вы знаете, вот до 2005 года, вот в графе, мы имели, ну, так сказать, мягко скажем, разнородные данные на разных установках. Речь идет о наземных установках по измерению широких атмосферных ливней. Наш якутск показывал загиб спектра, то есть его результаты свидетельствовали в пользу теории ГЗК. Грейзена, Зацепина, Кузьмин. Hi-Res, американская установка, которая позволяла измерять флуоресцентные излучения от широких атмосферных линий, тоже показывала некие, показывала, указывала на существование такого загиба. Однако японская установка АГАСА противоречила этим двум. Несколько, два или три года назад была запущена установка АЖ, крупнейшая установка по излучению космических лучей в Южной Америке, в Аргентине, 3000 квадратных километров. И вот этим летом в Мексике официально было объявлено. Hi-Res с большой статистической, с хорошей статистической точностью дает ГЗК обрезание. И вот завал этого спектра, это степенной участок, минус 5,3, и ОЖ подтверждает этот результат. То есть, авторы ГЗК, Георгий Тимофеевич Зацепин и Кузьмин, я думаю, должны быть полностью удовлетворены предсказаниями своей теории. Эксперимент подтвердил ГЗК обрезание. Пожалуй, это единое мнение сейчас всего научного сообщества. Но означает ли это, что проблема ГЗК закрыта? Нет. Дело в том, что в этой области энергии, вот вы видите, более детальный спектр в районе ГЗК обрезания, он имеет сложный характер. Где-то здесь, вот где черная стрелка, находится граница между галактическими частицами, между источниками, связанными с галактикой нашей, и вне галактическими источниками. Это очень важно точно определить вот эту границу. Это важно сравнить с моделями, которые сейчас разрабатываются. И, наконец, нам неизвестно самое главное. А, собственно, из каких частиц состоит вот этот спектр? Мы это не знаем по результатам широких атмосферных ливней. Источники. Есть некоторые указания на то, что эти источники связаны, источники этих частиц могут быть связаны с далекими глазарами, с активными галактиками. По крайней мере, картографирование вот этих отдельных событий и, возможно, их корреляция с вот этими глазарами указывает на некую положительную такую корреляцию. Но статистика очень мала. Делать окончательные заключения мы еще не можем. И встает вопрос, как увеличить статистику, как продвинуться в этой области энергии. Безусловно, нам нужны большего размера мишени. Больше. 3000 квадратных километров, 5000 квадратных километров. Это годы работы наземных установок. И очень долгий путь к познанию вот этой природы, вот этих космических лучей. Поэтому альтернативой этому, а может быть дополнением, лучше говорить о дополнении, служат космические эксперименты. Александр Евгений Чудаков в 1955 году, опять-таки независимо от иностранного ученого Шуга, предложил метод измерения космических лучей по флоресцентному излучению в атмосфере. А Джон Линсли, американский ученый, предложил в 1980 году осуществить космический эксперимент на основе вот этой идеи. Он предложил эксперимент под названием «Айрвольф». В 2010-м мы собираемся осуществить впервые этот эксперимент на малом космическом аппарате. Это в федеральной космической программе сейчас находится. На спутнике будет установлен телескоп, который будет собирать ультрафиолетовое излучение от широких атмосферных ливней, которые генерируют вот эти частицы ультравысоких энергий в атмосферу и восстанавливать трек этой частицы с помощью ПЗС-матриц. А что дальше? Все к большим и большим мишеням, конечно, о больших и больших мишенях мы думаем. А дальше, вероятно, будет запущен эксперимент под названием «ЮЗО». Теперь это под эгидой японского космического агентства. Это международный эксперимент с участием и России в том числе. Этот эксперимент будет осуществлен, возможно, если он выиграет, он будет осуществлен в 2012 году на борту Международной космической станции. Это телескоп с аналогичным принципом действия. Он будет собирать ультрафиолетовое излучение от широких атмосферных ливней в атмосфере Земли. А дальше Европейское космическое агентство рассматривает проект уже «Супер-ЕУЗО». Еще большего размера телескоп для установки. Либо это свободно летающий будет аппарат, либо это Международная космическая станция. И есть еще одна проблема, связанная с ГЗК. Я все к тому, что проблема ГЗК, безусловно, не закрыта. Вот в этой области энергии больше 10,20 электронных вольт, больше 10,19, 10,20, и мы ожидаем большие потоки нейтрино. Это тау-нейтрино. Эти нейтрино могут связаны с разными моделями. Это новая физика. Это новая физика. Это структура ранней Вселенной. Я не имею возможности сейчас долго останавливаться на этом. Как зарегистрировать эти нейтрино? Вот эти космические эксперименты могут позволить это сделать. Почему? Потому что эти нейтрино, обладая очень слабым взаимодействием с веществом, но часть из них, которые могут пролететь сквозь Землю, через толщу атмосферы, по наклонным траекториям, могут быть зарегистрированы с помощью вот таких оптических телескопов, расположенных на орбите Земли. Это еще одно направление в районе ГЗК. Но все же Земля тоже может быть исчерпана как мишень для изучения космических лучей. И мы думаем о Луне. Если вокруг Луны запустить орбит, орбитальный космический аппарат, на нем установить радиодетектор, радиоприемник, чувствительный к диапазону Черенковского излучения в районе радиодиапазона, то мы смогли бы измерить излучение, Черенковское излучение, в результате взаимодействия космических лучей с реголитом Луны. Этот проект сейчас рассматривается, предложенный Российской Академией Наук, имеет название ЛОРД, он рассматривается сейчас. И я хотел бы заключить свое выступление вот следующее. Вы видите нашу Землю. Я говорил об источниках космических лучей, которые находятся далеко от Земли. А может ли Земля быть источником космических лучей? Два года назад мы запустили маленький спутник Земли в университетский Татьяна. Запустили его в учебных целях. На его борту находился небольшой ультрафиолетовый детектор, который с очень большой частотой опроса в миллисекундном диапазоне мог мерить ультрафиолетовое излучение, исходящее от Земли. Мы зарегистрировали гигантскую энергию вспышки ультрафиолетового излучения. Все они расположены, как вы видите, здесь, вблизи экватора. Это излучение вполне вероятно связано с грозовой активностью, о чем вчера говорил Лев Матвеевич, с генерацией молнии на Земле. И есть модель, которая развивается Александром Ильичем Гуревичем, коллегами, нашими коллегами в Стэнфордском университете, который говорит о следующем. Широкие атмосферные ливни, опять широкие атмосферные ливни, вторичные частицы, которые возникают в результате взаимодействия первичных с атмосферой Земли. Если они попадают в грозовое облако, они могут генерировать молнии, они могут создать условия для возникновения молнии. Здесь создается сильнейшее электрическое поле, которое выметает пучок электронов, вот этих вторичных электронов из широкого атмосферного ливня наверх в атмосферу. И эти электроны вызывают свечение, которое сейчас называется по-разному. Это спрайты, эльфы и так далее. Вполне возможно, то свечение, которое мы наблюдали на Татьяне, на других спутниках, оно наблюдалось, называется именно так. Но отличие наших измерений, вот этих гигантских всплесков ультрафиолета, в отличие от результата в Архесе, который мы видели вчера, заключается в том, что они наблюдаются вдоль всей экваториальной плоской. Независимо от того, материк это или водная поверхность, это отличие наших результатов от тех. Но что удивительно, в 25-м году Вильсон, Нобелевский лауреат, получивший свою премию за камеру Вильсона, в одной из своих работ по измерению атмосферного электричества написал, что высокоэнергичные частицы в атмосфере Земли могут генерироваться электрическими полями с городовыми облаками. Это было в 25-м году. Итак, что нам дал спутник? Спутник, на мой взгляд, и это самый главный вывод моего доклада, спутник открыл нам дверь, ту главную дверь нашего познания, по пути нашего познания природы космических лучей. Не будь спутника, мы бы никогда не узнали, как выглядит энергетический спектр солнечных космических лучей. Мы бы никогда не узнали ничего об аномальной компоненте космических лучей и не представили бы себе спектр галактических космических лучей таким, как вы видите его здесь.